ПЕСНЯ К сожалению, на пьедестале почета нет, но сегодня они будут. Обязательно будут на пьедестале почета в Кумите. И будем надеяться, что будут победы в нескольких финалах. Россия не участвует. ПЕСНЯ Да, это уже хорошо. Спортсменки, значит, прошли предварительные бои и вытрогали своих иностранных конкурентов. Ну и так, если прикидывать уже, то становится ясно, что за победу неофициальную, если можно так выразиться, здесь спорят две сборные. Сборная России и сборная Египта. ПЕСНЯ Но, вы знаете, вот я бы еще здесь добавил сборную Турции. Азербайджан, да, Азербайджан есть еще. Турция. И Азербайджан тоже достаточно хорошо выступает. Тоже есть медали, есть золото вчера в сборной Азербайджана. Смотрим в повторе за выступлением есть чемпионом Кота. Мустафы и Драгима Халилов из Египта. Но колоритная внешность, я думаю, это тоже играет за него. ПЕСНЯ Да, такая борода, которая, наверное, устрашает судей. Устрашает их, да. И тысячу евро победитель дорабатывает. Еще раз напомним, вчера мы об этом говорили, что в Тюмени удвоен призовой фонд. Не весь какие большие деньги, может быть, для представителей каких-то видов спорта. Но, с другой стороны, и, во-первых, не в деньгах самое главное. Главное все-таки в победе. Поэтому здесь все призеры, естественно, довольны. Вы посмотрите. И третий, ведь еще и бронзу завоевал тоже египетский спортсмен, который вчера также золото завоевал в команде. Так что вся тройка египетская, которая одержала победу в командном кота, здесь выступала очень удачно. Опять на этой педестале. Ну и женская сборная египта на верхней ступеньке педестала почета будет сейчас сборная Белоруссии на втором месте и на третьем сборной России. В общем, россиянцы здесь тоже выступили достаточно хорошо, уверенно. Может быть, не так много команд все-таки в кота. И не в каждой стороне даже есть команды на чемпионатах мира, если на последнем чемпионатах мира выступали 116, представители 116 стран. Но в командном кота участвовали около 20 стран уже. Хочется поздравить наших спортсменов с бронзовыми медалями. Вы, девчонки, сами довольны, кстати. Достойный результат для этой категории. Я думаю, что все победы главные у нас еще впереди. Второе место у сборной Белоруссии. А вот здесь девчонки, кстати, недовольны. Но в финале проиграть, конечно, обидно. И трибуны по-прежнему считают, что белорусские должны стоять на высшей ступени пятистала почета. Но было решение арбитров. Где-то, наверное, болельщикам белорусские больше. Кому-то понравились, кому-то чуть меньше. Девчонки действительно здорово выступили. Но сборная Египта, как сказал Александр, смотрелась внушительно и убедительно. И внутренней энергией, наверное, подействовала на арбитрах. Да, по концентрированию они сделали. Но я думаю, зрители еще недовольны тем, что белорусские предложили очень разнообразную технику, когда делали расшифровку. Поэтому эффектные приемы. И, безусловно, это очень красиво смотрится и зрелищно. Поэтому зрители не согласны. Но есть судьи, есть критерии оценки, которых нужно придерживаться, когда ты выступаешь в командных хата. У нас должно быть интервью с представительницей Белоруссии. Ну, по крайней мере, и так договаривались. Со Светланой Ермаковой должен побеседовать наш журналист, неутомимый Антон Брусянин. Но пока смотрим в повторе за выступление сборной Египта. Понятно, что у Светланы Ермаковой не лучшее настроение, но как настоящая спортсменка все-таки должна ответить на пару вопросов Антона Брусянина. Аплодисменты